Те из вас, дорогие друзья, кто видел так называемое новогоднее поздравление так называемого президента Российской Федерации, наверное, обратили внимание на то, что оно было очень коротким. Оно было не просто очень коротким, оно было одним из самых коротких за всю историю поздравлений от имени президента Путина. Обращаю ваше внимание, я не говорю президента Путина, от имени президента Путина. Почему оно было одним из самых коротких? Ответ находится на поверхности. Для того, чтобы не приглядывались и не прислушивались. Не приглядывались к внешности и не прислушивались к голосу человека. Этого человека, двойника Путина зовут Евгений Васильевич. Он родом из Беларуси. Родом из Беларуси. Евгений Васильевич. Да, плотник четвертого разряда. Чистая правда. Эксклюзив, друзья. Стало наконец-таки известно имя, фамилия, отчество двойника Путина. Откуда он родом? Какая у него была профессия? Каким образом он стал двойником? Все это эксклюзивно сообщает и Валерий Соловей, и не только кандидат психологических наук, еще есть другие аналитики. В общем, кто поставил двойника, что будет дальше, а также эксклюзивы, переформатирование правительства, переформатирование Кремля уже в январе этого года. Обсуждаются возможности отставки правительства в начале января. Чемизов, Сечин, Патрушев. Этот триумбират как идеологи этого проекта «Двойник 2.0». Мы сегодня все это обсудим. Конспирологию, сколько двойников. Эксклюзив от генерала Буданова, от психологических аналитиков, психиатров и от Валерия Соловья. Друзья, я Дарья Счастливая. Это мой YouTube-канал «Дашь Счастливая». Лайк, комментарий, подписка приветствуются. Мы начинаем. Ну что, россиян с Новым годом поздравил двойник Путина. Плотник четвертого разряда из Белоруссии. Конспиролог Валерий Соловей убежден, что в этом году Кремль использовал для речи двойника Путинова по имени Евгений Васильевич, ибо оригинал Бункерного умер. Смотрим эти заявления. Один из вас, дорогие друзья, кто видел так называемое новогоднее поздравление так называемого президента Российской Федерации, наверное, обратили внимание на то, что оно было очень коротким. Оно было не просто очень коротким, оно было одним из самых коротких за всю историю поздравлений от имени президента Путина. Обращаю ваше внимание, я не говорю президента Путина, от имени президента Путина. Почему оно было одним из самых коротких? Ответ находится на поверхности. Для того, чтобы не приглядывались и не прислушивались, не приглядывались к внешности и не прислушивались к голосу человека. Этого человека двойника Путина зовут Евгений Васильевич, он родом из Белоруссии. Родом из Белоруссии. Евгений Васильевич. Да, плотник четвертого разряда. Чистая правда. Тут, конечно, мнение разных экспертов разделяется, потому что вот еще в ноябре 23-го прошлого года появилась информация от кандидата психологических наук Дмитрия Попова, который рассказывал ряду медиа о том, что действительно одним из двойников Путина есть двойник родом из Белоруссии. Но он совсем, как говорится, не плотник, не четвертого разряда, он судья. Два года назад пропал судья из Гродно. Именно Попов, этот аналитик считает, что именно судья Попов стал Владимиром Владимировичем Путиным. Он стал одним из двойников российского президента. Значит, цитирую. Он действительно похож на Путина, но нуждался в некоторых пластических операциях. Теперь я считаю, что с высокой долей вероятности именно этот гродненский судья является мариупольским вариантом, предположил кандидат психологических наук. Этот вариант, именно вот гродненский двойник, отличается от других тем, что пренебрегает какими-либо мерами безопасности, как президент России. К примеру, его сажают в вертолет Ми-8, который в прифронтовой зоне является хорошей мишенью. К слову, именно этот клон, которого Попов называет путешественником, ездил в Дагестан. Давайте посмотрим, как это было. Вы знаете, самый любимый, самый тренинг вот нашей страны, то есть в речном последнем. Какой дарь? Более пяти тысяч лет. А, условно, на Северной Алисии. Нет, я согласен с этим. Мне тоже все равно, есть такие легенды. Какие это легенды? Нет, 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 потому что с 1971 года исследования идут здесь археологические. И даже вот тогда уже пришли к поводу, что первые поселения здесь были предательные. Да и сейчас находят монеты, в котором будут пяти тысячи лет. А где мы? А где мы? Об этом чуть позже. Ну а пока что, действительно, все обсуждают, что в Дербенте был именно двойник Путина. И вот тот, который сегодня стал уже настоящим лжепутиным после якобы смерти российского диктатора. Вот еще, значит, появление Путина в Дагестане, лжепутина, его же, вот этого вот Евгения Васильевича, как считает Валерий Дмитриевич Соловей, друзья. Президент России сейчас направляется к жителям Гербенкова. Можете слышать, как его встречают. Можете слышать, как его встречают. Друзья, сколько двойников Путина? Сейчас мы обсудим, но напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, сколько действительно двойников и когда, в каких случаях были двойники. 9 мая, на День Победы, так называемого Победобесия, либо же в Мариуполе, либо в Крыму, где был настоящий Путин, а где был его двойник. Но, в принципе, видите ли вы в теорию того, что Путина уже нет, ведь вместо него этот лже Евгений Васильевич. Сколько двойников у Путина? Японцы, искусственный интеллект утверждают, что их только двое. А вот Попов считает, до последнего времени он наблюдал троих двойников. Гродненский путешественник, тот, которого мы с вами только что видели, это четвертый вариант Константинова Попова. То есть есть оригинал российского президента и еще, друзья, четыре его клона. И тут очень важный момент, да, что считает генерал Буданов. Во-первых, настоящий Путин следит за здоровьем. Характерным признаком российского диктатора относится стремление дистанцироваться от ближайшего окружения. А тут вы видите, что два них делают совершенно другое. Таким способом Путин пытается максимально уберечься от каких-то заражений. Поэтому Путин, который идет в толпу, как на том видео, что вы видели, со всеми обнимается. Это не Путин, он им не является. Я уверена, 99% говорит Попов, что во время парада 9 мая был двойник. И это не только антропометрические данные лица, это ее поведение. Он общался очень близко с почти ветеранами. Расстояние измерялось в сантиметрах. Ну а настоящий Путин, он следит за здоровьем. И это очень важно. Здесь еще, конечно же, надо определить генерала Буданова, его заявление. Значит, он сообщает следующее. Что Путин использует как минимум... Дорогие друзья. ...твоих двойников. Вот, кстати, один из них, это двойник, который делал новогоднее обращение. Мы чуть позже его посмотрим. Путин использует как минимум трех двойников. Ранний президент России использовал этих людей не так часто. В настоящий момент, по словам украинского разведчика, они появляются на публике регулярно. Мы знаем конкретно, говорит генерал Буданов, о трех людях, которые продолжают появляться. Все они сделали пластическую операцию, чтобы выглядеть одинаково, заявил Буданов в интервью изданию «Дей Риме». Но тут же все обсуждают это новогоднее обращение Евгения Васильевича, по мнению Валерия Дмитриевича Соловья. Тут все обсуждают его пластику, его ботекс и его шею. Давайте посмотрим на нее. Дорогие друзья, мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории. А нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали. Гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность. Наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой. И главное, что нас объединяло и объединяет, это судьба Отечества. Глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия. Тех масштабных целей, которые стоят перед обществом. И той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас. Друзья, тут очень важно на вашем мнении напишите, во-первых, верите ли вы в наличие двойников. Потому что, опять же, например, тот же Марк Фейгин считает, что двойники есть у Путина, но они носят исключительно такой функциональный характер. То есть они абсолютно не похожи на Путина, похожи только сдалека. Да, и они используются для конспиративных явочных этих квартир. Может быть, они специально, их сосадят в самолеты или в поезда. Якобы это Путин едет, а он не едет. То есть это делается для того, чтобы запутать следы, в принципе, для охраны самого диктатора. Но он не использует двойников для общения с Аминуэлем Макроном, для общения с диктатором Лукашенко, самопровозглашенным, или для общения с президентом Казахстана или главой Китайской Народной Республики. Но напишите, что вы об этом думаете. То есть есть ли двойники, во-первых, как вы считаете, были двойники во время новогоднего обращения. Что говорят о двойниках Путина на Западе? Британская разведка после полномасштабного вторжения России в Украине считает, что Путин очень болен. При этом, даже когда он умрет, об этом узнает не сразу. Смерть диктатора будет храниться в тайне неделями, если не месяцами. Британцы утверждают, что Кремль специально будет скрывать эту информацию из-за боязни потенциального переворота. Кроме того, Британия предполагает, что Владимир Путин уже мог умереть. В принципе, об этом же говорит Валерий Дмитриевич Соловей. Но эту информацию, увы, мы не можем проверить. Это все некая конспирология. Как вы к этому относитесь, тоже напишите в комментариях под этим видео. Нам интересно ваше мнение. Будем его зачитывать в следующем программе. Тут главный вопрос, как отличить двойников Путина. Информацию о том, что подставные люди Путина отличаются друг от друга, также открыл глава Гормина обороны Украины Кирилл Будан. Вот они, разное Путина в разное время. Буданов отмечает, что в украинской разведке есть специалисты, которые специализируются именно на этой теме. И проведя анализ внешности двойников Путина, становится понятно, кто из них кто. Вот давайте будем смотреть на это фото. Их вообще, честно говоря, достаточно много. Попробуем с этими двумя разобраться. Значит, что говорит Буданов? Надо обращать внимание на два аспекта. Первое – это уши. Картинка, скажем так, ушей разная, говорит генерал Буданов. А это как отпечаток пальца. У каждого человека картинка уха уникальная. Она не может повториться даже после пластической операции. Стоит смотреть на уши. Также он утверждает, что у Путина разные повадки, манеры походки и даже разный рост. Но есть еще один эксклюзивный момент. Как отличить разных Путинах? Это расстояние от его глаз. И вот это вот расстояние, оно разное, если это двойники, и мы можем это проанализировать. Безусловно, что не Путиным единым, это не единственный диктатор в мире, у которого в шкафу завелись самозванцы или так называемые двойники. Есть еще два человека, которые пользовались двойниками и оставили темные пятна в истории. Это, конечно же, тот человек, на который Путин очень хочет быть похож. Это Иосиф Сталин. В 2008 году человек по имени Феликс Дадаев, друзья, публично заявил, что он был одним из четырех двойников советского диктатора. Как рассказывают исследователи, советский диктатор был убежден, что его жизнь в опасности, а после Второй мировой войны он думал, что на него охотятся немецкие агенты. В общем, человек по имени Феликс Дадаев публично заявил, что он один из четырех двойников Сталина. Также Адуард Гитлер, по некоторым данным, немецкий фюрер во время войны несколько раз использовал разных мужчин, как своих двойников. Один из них – это Юлий Шрек. Он был невероятно похож на фюрера. Также известно о другом двойнике – Густаве Веллере, который время от времени заменял Гитлера и заплатил за эту большую цену. Советские военные были очень озадачены, чтобы их отплечь, нацисты сами застрелили Веллера. Когда россияне обнаружили труп Веллера, они были убеждены, что это фюрер, по крайней мере, некоторое время. Вот немецкая Бильд, британская The Sun. Да, «Желтая газета» еще, вы помните, недавно совсем сделала в прошлом году аналитику, что якобы искусственный интеллект определил, сколько двойников есть у Путина. И вот их было, по крайней мере, два. Настоящий Путин на параде победы, победобесия. Но мы понимаем, что многие говорят, что тоже был двойник. 53% сходства и 40% сходства – это Путин в Крыму и Путин на оккупированных территориях на юге Украины. Значит, парад. Мы так понимаем, что это временно оккупированный Крым. И это на юге Украины. Он находится, три разных человека. Так считает искусственный интеллект. Опять же, он даже в процентном соотношении для нас подготовил, на сколько процентов совпадает. То есть 53%, 40% – настоящий Путин. Друзья, безусловно, что все это конспирология. И мы прекрасно это понимаем. Еще раз говорю, мы просто даем вам эту информацию, понимаем, что как ее проверить невозможно. Как говорится, главный мемм прошлого года – ваш холодильник полон, а там находится Путин. Ну, а теперь мы подходим к этому проекту, о котором мне говорил Геннадий Владимирович Гудков и Валерий Дмитриевич Соловей, что есть некие три человека в правительстве вообще во власти Путина, которые решают все эти вопросы, которые позволяют генералу СВР публиковать то, что он публикует, позволяют Валерию Дмитриевичу Соловью публиковать то, что он публикует. Это такой триумвират, имя которому Чемизов, имя которому Сечин и имя которому Патрушев. Что и Геннадий Владимирович буквально сегодня подтвердил, что Чемизов, Патрушев и Сечин – это три человека, которым выгодна, чтобы теория про умирающего Путина, мертвого Путина и двойников распространялась у этой власти. Ну, а также теория переформатирования правительства. Послушаем Валерия Соловья как доказательство этому. Элиты договорились о дележе власти после смерти президента. Принципиальные договоренности достигнуты, они зафиксированы на бумаге, и уже с декабря мы увидим, как эти договоренности начнут воплощаться в жизнь. Как будет происходить трансфер верховной власти? Как будет выглядеть новое российское правительство и кто его возглавит? Какие министры сохранят свои портфели, а какие уйдут, и какие придут им взамен? Какие губернаторы покинут свои позиции? И останется ли на своем посту мэр Москвы Сергей Собянин? Останутся ли на своих постах Сергей Шойгу и начальник генерального штаба Герасимов? Друзья, вот такие вот вопросы. В принципе, еще раз говорю, очень много критики, да, генерал УСВР, многие связывают генерал УСВР с Валерием Соловьем. На ваше мнение оставляю, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Единственный нюанс, да, это то, что вот, например, сегодня, буквально на этой неделе, генерал УСВР сделал заявление, что обсуждается возможность отставки правительства в начале января 2024 года. Эти решения принимает Чемизов Сечин с Патрушевым, Патрушевым как основной, и позволю себе процитировать, да, значит, что это может быть. О, друзья, ну перед этим я вам напомню, значит, что касается двойников Путина. Значит, облик российского президента вызывает много вопросов, в частности, недавно в сеть выложили нарезку из двух официальных видео, на котором Путин имеет разные щеки, это была немецкая бильд, вы видели это видео. Далее, пластический хирург клиники, значит, Слостер считает, что перевоплощение происходит не только с двойником, но и с оригиналом, то есть сам оригинал тоже пользуется пластикой. Таким образом, удается получить такой усредненный вариант, все они четыре двойника, да, все они похожи, все они похожи на Путина. Но еще раз говорю, что глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что двойника Путина достаточно легко отличить от него подлинного, это рисунок уха и промежуток между глазами. Ну а теперь про генерал СВР. Значит, последние два дня секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев проводит активные консультации со своим окружением, обсуждаются возможности отставки правительства в начале января 24-го года. Нам остается только сказать, что, в принципе, уже январь 24-го года начался, поэтому, скажем так, тут очень быстро проявить конспирологию. Более того, как сказал Валерий Дмитриевич Соловей, Путина его смерть очень сложно будет скрывать, и дольше даже нескольких месяцев уже прошло практически сколько там, конец октября, конец ноября, ну, скоро будет три месяца, но пока что мы не понимаем, умер, жив и так далее. Безусловно, все, кто-то это воспринимает как троллинг, кто-то воспринимает это как спецоперацию. В завершение я скажу следующее, что пишут аналитики, да, по поводу генерала СВР и Валерия Дмитриевича Соловья. Значит, Карл Волох в своем фейсбуке пишет, что профессор Соловей уже несколько лет целенаправленно разрабатывает тему смерти Путина. То, что Соловей связан с российскими спецслужбами, является специалистом по спецпропаганде, тоже установленный факт. Он даже преподает эту дисциплину. Как и то, что именно он стоит за каналом генерала СВР, пишет Карл Волох. Это означает, что мы имеем дело с продуманной ИПСО, московитов, подчеркнул эксперт. Волох призвал украинцев не вестись на подобные провокации, ведь генерал СВР – это, наверное, единственный источник, где информация о состоянии здоровья Путина может восприниматься исключительно с противоположным знаком. Цель не в том, чтобы разгонять слухи о смерти, а чтобы они каждый раз не подтверждались, друзья. Добавил аналитик в одном из комментариев под публикацией. Прокомментировал заявление генерала СВР и исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко. В течение трех дней дважды нам рассказали, что Путин умер. А Песков дважды очень оперативно ответил, что это ложь, а Путин здоров и счастлив. Откуда такая активность? В России глубинный народ начал очень активно обсуждать тему двойников, а еще этот самый народ переживает, что Путин старый может уйти, не назвав преемника. Политехнологами Кремля было одобрено решение, что этот вопрос, друзья, нужно довести до абсурда. Поэтому запустили Соловья, канал генерала СВР и так далее. Расчет технологов прост. Еще пара таких вбросов, а они обязательно будут, и все начнут отмахиваться от темы старости и двойников. Потом эта тема, конечно, их догонит, но это будет потом, считает эксперт. Он добавил, что врагу важно также, чтобы украинцы продолжали реагировать на аналитику Соловья и верить его в здоровье. Я сейчас статирую Вадима Денисенко. Друзья, какой из этих двух мнений, этих двух, скажем так, абсолютно кардинальных мнений вы относитесь к какому лагерю? Поддержки за или против Валерия Дмитриевича Соловьяна и пишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а в завершении этого блока прошу вас поставить лайк, написать в комментариях, что вы об этом думаете. Подписаться на мой YouTube-канал. Если вы традиционно смотрите у нас телеканал прямой, нажмите на название, там будет возможность подписаться. Ну, и на самый финал, вишенка на торте, я говорю, мы всегда завершаем блог каким-то видео, это будет заявление самого Пескова, усатого Путина, о том, сколько двойников Путина, есть ли они и как их зовут. Смотрим, друзья. До скорого. Слава Украине. Никаких нету двойников, что касается работы и так далее. Это, знаете, относится к категории абсурдных улток информационных, которые с завидным упорством обсуждают целый ряд СМИ. Ничего, кроме улыбки, это, конечно, не вызывает.